Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В этом видео мы с вами рассмотрим очень красивую партию, которая была сыграна в рамках международного турнира, проходившего в Портороже в 1959 году. Белыми играл известный аргентинский гроссмейстер Эктор Розетто. Его соперником был сильный филиппинский международный мастер Радольфо Кардозо. В этой партии Эктор Розетто провел очень красивую, запоминающуюся атаку с жертвой ферзя. Но для того, чтобы дойти до этой позиции, мы с вами должны рассмотреть партию с самого начала. Будет немножко скучновато, но это пройдет быстро. С4, С5, К3, К6. Где может быть скучно? Конечно, в английском начале. Прошу прощения у всех любителей этого дебюта. Ж3, Ж6, слон Ж2, слон Ж7, Д3, К6 и слон Ж5. Играет Розетто. А6. И после конев 3 ладья Б8. Черные намечают продвижение пешки на Б5. 2-0, Б5, Б3. И после рокировки ладья Ц1. Д6, ферзь Д2, намечая размен слонов. Но черные парируют этот маневр ходом ладья Е8. И после слона Х6 отводят слона на Аш8. Х3, прикрывая поле Ж4, слон Д7, КННХ4. Видимо, белые намечают продвижение пешек Ф и Е. Ну и здесь черным можно было сыграть Б4, напав на коня. И после КНД5 пойти А5 с дальнейшим А4, вскрывая вертикаль А. Но Радольфа Кардоса забрал на С4. Конечно, ДЦ, не открывая линию Б для черной ладьи. И усиливая контроль над центральным полем Д5. А5 играют черные, но после КНХ2 отдавать пешку на А4 незачем. Поэтому черные играют КНЕ5. И после слон Ж5 ферзь С8. Е4, слон Ж7, слон Е3 и слон С6. Ф4. Играет Розетта, отгоняя коня и ставит ладью по центру. Тут, наконец, А4. Играют черные и белые защищают пешку Б3. Взяли, забрали. Нападение, защита. Ладья А8. Играют черные, используя открытую линию. Но тут слон С1, прикрывая поле А3. Ладья ЕБ8, КНД5. Нападая на пешку, и происходит размен. Причем черные забирают слону, чтобы после ЕД он не попал в западню. А сейчас нападение на Е7 с помощью ладьи. Но здесь КНФ8. Предшествующие маневры соперников привели к примерно равной позиции. И здесь белые делают резкий ход Ж4. Ладья А7, слон Ф3, ладья БА8. Король Ж3 и ладья А2. Ферзь отходит на Д3, ладья А8, А7. Дополнительно защищая пешку Е7. Слон Д2, ферзь С7. Соперники продолжают маневрировать. Позиция по-прежнему спокойная. Но после слон С3 черные первыми делают активный ход, играя Е6. Но после ДЕ забирают не конем, а пешкой. Все же следовало активизировать своего коня. С тем, чтобы на примерное ладья БД1 с нападением на Д6 сыграть Ж5. Используя неудачное положение коня А4 и пешки Ф4. Если конь идет на Ж2, то Д5, подключая к атаке пешки Ф4 ферзя. Впрочем, черные на Е6 забрали пешкой, получив довольно подвижную пешечную массу. Но конь Ф8 пока что остался вне игры. Ладья Е3, конь Е8, открывая слона, ладья БЕ1 и происходит размен. Конь переходит на Ж7, слон Ж2. В этом положении черные могли сыграть Д5. Это было лучшее решение. Если забрать, то Ж5. Вот такая связка пешки Ф4. Угрожает пешечная вилка. Конь под нападением, а поле Ж2 занято. Поэтому после Д5 лучше не брать пешку, а пойти ФЕ5, переходя в примерно равное окончание. Но черные очень сильно ошибаются, играя тут Ж5 сразу. Такая неуместная активность после ФЖ, конь Д7, черед белых удивлять нас с вами. И слон Д5 сыграл Розетта, начиная свою комбинацию. Черные не поняли замысла соперника. И либо же недооценили его. Тут лучше было сыграть конь Е5. Это было, как говорится, меньшим из зол. Но Радольфо Кордозо просто забирает слона и дает сопернику довольно приятный выбор. Кстати, в этой позиции Розетта мог не жертвовать Ферзя, а пойти ладья Е7. Нападая на коня Ж7, а после Д4 отдать качество. И после взятия Конь Ф5. Конечно, с таким активным конем белым незачем переживать за результат партии. Как минимум будет вечный шаг, ну а как максимум мат. Король Ф8, конь бьет Д4. Смотрите, хвалил я коня, а он тут жертвуется с переходом на Е6. Ну, понятно, забираем. Ферзи в 3 шаг. И тут уже тяжелые фигуры добивают короля. После Конь Ф6, Ферзи в 6, Ферзи в 7. Тут у нас шаг, еще и отвлечение. Ну, в итоге получается Ферзь против двух ладей. Правда, белые забирают на H7 и получают выигранную позицию. Потому что пешки на королевском фланге идут довольно быстро и уверенно. В нашей же партии Розетта решил удивить соперника бомбическим ходом. Ферзь бьет G7. Действительно, очень красивая жертва. Ну и последующие события не менее интересны. Ферзь бьет G7, Конь Ф5. Все тот же сильный Конь. В этом варианте, который как раз случился в партии, он и сыграет ключевую роль. Если пойти КГ8, то Конь А6. КГ7, ладей Е7, КГ6. Далее подключаем еще одну ладью. Ну и тут уже приходится отдавать коня. Если забрать на G5, то моментальный мат пешкой. На Конь Ф6 бьем коня, Король G5. Ну и тут, видите, нельзя H4 сразу сыграть. Ладья под боем. Две ладьи у белых сейчас под ударом. Поэтому лучше отойти одной из них, защищая другую. И тут два мата грозит. Ладья F5 и H4. Что могут черные? Лишь отсрочить неизбежное. Пойти ладья G2. И дальше залезть королем на H4. Но его оттуда выгоняет Конь. И после КГ5, КГ3 защиты уже нет. H4 мат. Поэтому КГ6 сыграл филиппинский мастер. Ладья Е6. Опять же, если забрать на G5, то мат пешкой. Если отойти на Ф7, то Ладья Е7. КГ8. И тут форсированный мат. Общими усилиями двух ладей и коня. Конь H6. Дальше Ладья Е8. После КГ7. Ладья G8. Кстати, тут даже одной ладьи оказалось достаточно. Вот такая известная матовая сеть. Пешка, Конь и Ладья. Ну и медвежья услуга со стороны черной пешки H7. Поэтому на Ладья Е6 черные решили сразу коня отдать. Но это их не спасло. После Ладья бьет Ф6, КГ5. Все та же защита Ладья Е6 с угрозой H4 мат. Ладья Ж2 сыграл Кордоса. Забрали и Ферзь Д8. Вот такой ход придумал. Хочет забрать на Ф6 в случае КГ3. Но посмотрите, Розетта заканчивает эту партию энергичным и очень красивым ходом Конь Е7 с мотивами перекрытия. Тут Кордоса осознал, что мат неминуем и сдался. Действительно, после взятия на Е7 следует Ладья Ф5 и Ладья H5. Вот такой красивый мат. Блестящая партия, в которой Эктор Розетта осуществил запоминающуюся жертву Ферзя. А его последующая энергичная атака производит неизгладимое впечатление. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех, оставляйте свои комментарии. Большое спасибо за внимание. До свидания. До свидания. До свидания.